всем привет девчонки меня зовут алена и я приветствую вас на своем канале не пугайтесь что я сейчас сижу без мейкапа без прически без ничего абсолютно дело в том что у нас сегодня с вами будет собиралка то есть как в народе говорится get ready with me в общем я сейчас перед тем как нанести какой-либо макияж а буду делать себе вот такую вот маску это у нас его нейчерлс маска для лица увлажняющая морковь и подсолнечник смотря то что я как бы не особо сейчас с такой как было раньше дикой любовью отношусь к марке иван но тем не менее вот эти вот маски которые были именно в старом формате со старым составом мне пришлись по душе вот я буду делать эту увлажняющую маску и под глаза нанесу вот такие вот маску вокруг глаз область область в общем эта маска для области под глаза интенсивный коллаген это мои любимые патчи многоразовые ну как многоразовых тут 30 штук в общем хватает на 15 дней сека каждый день использовать и тут такая герметичная застежка но я думаю многие их знают это марка skin light вот буду их использовать на 10 минут и потом смою уже нанесу солнцезащитный крем так как у нас сейчас очень сильно так скажем долбит солнце и уже буду переходить к макияжу и прическе и вместе с вами выберем мне что же мне одеть дело в том что я сейчас собралась на одно мероприятие посвящено оно красоте весне в общем 8 марта и как раз таки я хочу собраться вместе с вами пока что не знаю в чем пойду ну в общем в общем оставайтесь вместе со мной сейчас нанесу маску посижу но наверное когда мы нанесем с вами маску заодно выберем что одеть наверно так и не обращать внимание у меня тут какая-то зараза в общем на сейчас очень-очень тепло в волгограде и сейчас какая-то зараза повылазила всякие разные букашки промокашки в общем кто-то меня укусила я не могу понять кто это пришлось заклеить чтобы не чесать так как чешется у нас в общем оставайтесь со мной и я желаю вам приятно я нанесла сейчас патчи я могу сказать сразу что эти патчи не гидрогелевые я вообще не очень люблю гидрогелевые патчи потому что они за одну пару дерут сумасшедшие деньги вообще за эти патчи а толку от них намного хуже чем вот от этих вот эти многоразовые стоит прикольно там в районе 100 рублей причем можно найти везде в общем я сейчас буду наносить эту маску у нас у меня видите она фактически вся впитывается но все-таки я ее убираю потом еще водой потому что потом если я буду наносить после нее макияж мне все это дело начнет сползать сразу через полчаса принципе ее можно носить и тонким и толстым слоем это все не зависит от результата все я нанесла маску мне осталось подождать сколько 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 5 20 минут на обучить 20 минут затем смоешь все это дело нанесу солнцезащитный крем и снова вернусь к вам кожа конечно после этой маски просто обалденно мне очень нравится и иногда я даже могу использовать ее и не использовать дальнейшем какой-либо праймер в общем но в этом макияже я праймер буду использовать это у меня будет белорусский праймер от белита он называется аморы я нанесу его на все лицо в том числе на свои веки я много раз говорила что я использую праймер который предназначен для лица также на свои веки так как у меня и базу этот продукт заменяет и намного намного все лучше держится вот я даже базу наношу она прям скользит по лицу после этой маски также в своем макияже сегодня я буду использовать накладные ресницы точнее пучки мне последнее время очень очень нравится крепить их уголок глаза мне кажется это очень очень прикольно смотрится и как-то мои близко посаженные глаза хорошо отдаляет в общем у меня вот эти вот пучки от марки тренди это у нас дабл в общем двойные дабл лонг по моему они сделаны на двойной объем и по моему они сантиметру и сантиметра миллиметров по 15 что ли ну вот в общем они очень очень длинные мне нравится эта марка пучков потому что они очень хорошо выходят из вот этого гнездышка эти пучки просто есть некоторые я брала когда вы их пинцетом пытаетесь вытащить они разламываются то есть растягивается сам путь вот этот вот пучок и становится он так кто в лес кто подрала в общем то эти вот пучки самый-самый лучший и самый-самый лучший клей ну и опять же это по моему мнению хватает его надолго стоит он буквально там рублей 300 это клей от марки runel единственный косяк его в том что я взяла в этот раз прозрачный гель геля клей и поэтому у меня когда я клею пучки и клей высыхает возле а ресничного края образуются такие вот прозрачные шарики лучше бы я же все таки брала себе черный гель гель почему я называю гель потому что это клей все пока я болтала база чуть-чуть прям схватилась теперь я беру палетку за блашет нюдс от мэйбелин я ее люблю я ее обожаю я и к ней про фактически всегда вот я балда теперь я взяла себе и испортила маникюр блин у меня не открывала и теперь у меня не надо классно сделай теперь эту штуку в общем беру вот такую вот пушистую кисточку и самый-самый светлый оттенок набираю на эту кисть и как бы наношу на все все века как бы дополнительно и припудривая и чуть-чуть высветляя естественно эти тени можно наносить спокойненько пальцами и такой же будет только более насыщенный эффект мой макияж не будет сильно уж сложный я сейчас подсела на минимализм в макияже глаз поэтому для меня сейчас не так уж это важно в общем беру снова вот эту вот кисточку и набираю теперь вот этот вот оттенок и перемешиваю его с таким вот шивеном это у нас матовый шимерный оттенок я набираю и как бы провожу и дополнительно подчеркиваю свою складку века в общем это получается такая легкая дымка и у меня глаза становятся более такие выразительные и так она может если так можно назвать текстурной что ли поближе на здесь все-таки это этого и этого все теперь мы берем вот такую вот кисточку тоже пушистую и теперь я набираю вот этот вот оттенок он такое знаете коричнево немножко даже розовато то есть он как розовато коричнево идет я вот так слегка касаюсь кисточкой по этому цвету и еще раз сделать дублирую свою складку вот такие вот глаза у меня получаются в принципе я могу и так оставить накрасить ресницей пойти но нет этот макияж будет более-менее такой вот вечерний поэтому я еще наберу самый самый темный оттенок из этой палетки на кисточку и про пройдусь немножко по внешнему уголку глаза то есть затем мне его немножко чтоб так это такой выразить на глазе путь теперь на внутренний уголок я буду наносить а вот эти вот тени такого телесно-сатинового телесно-сатинового интересного цвета сатиновой так скажем такой вот сатиновым финишем в общем вот так вот ароматейка буду наносить это все дело пальцем чтобы дополнительно отдалить глаза от переносицы все теперь я беру вот такой вот кисточку бочонок и на нее набираю вот такой вот золотисто-бронзовый цвет он тоже шиммером блестючий все как надо и подвожу немножко нижнее веко но не до конца буквально чуть-чуть теперь чтобы мне создать дополнительную растушевку я отряхи вот эту вот самую свою такую толстенькую кисточку и чуть-чуть дополнительно вот тут вот растушевываю как-то так давайте наверное сегодня сделаем все таки стрелки потому что я как бы без стрелок жить не могу но стрелку я хочу наверное все таки сделать не подводкой я так думаю все таки наверное сделаю стрелку себе темным цветом не хочу подводку использовать в этом макияже как-то не хочется в общем не так растушевка самих теней очень нравится возьму скошенную кисточку наберу вот этот вот и перемешаю вот с этим вот оттенком и сделать такую легкую стрелку которую я потом еще ну не знаю посмотрю может быть чуть-чуть растушую стрелку я не буду доводить до внутреннего уголка чуть-чуть доведу ее до середины ну будет как будет в общем такая стрелка получается я думаю разницу вы видите что этот глаз стал более таким распахнутым сейчас еще добавится накрашенные ресницы и пучки в уголках будет вообще очень очень все супер сейчас я нанесу еще стрелку точнее сделаю стрелку еще на этом глазе накрашу ресницы и когда буду клеить пучки вернусь вот такой вот тушь я от фаберлик это у нас макси стайл вот это вот с очень толстой силиконовой кисточкой сейчас вон секунд а и теперь мы перейдем с вами к накладным ресницам перед тем как клеить накладные ресницы я советую вам а найти какой-нибудь картон очку тут у меня от старых накладных ресниц как видите она вся вот в этих вот клеевых каплях поставить такую вот капельку небольшую вот а вот такую вот капельку вот она и дать ей чуть под застыть все таки когда клей немножко застывший ресницы сразу так скажем сажаются на родные ресницы чем я беру первую накладную ресничку пучок так скажем вот видите как они легко достаются из гнезда их так называю промакиваю вот этот вот это вот основание от если видно будет вот видите вот беленьком клей чуть-чуть жду буквально пару секунд и уже прикладываю непосредственно к вот так немножко близко сяду к ресничному краю вот видите вот первая пошла в принципе можно одним пучком обойтись так скажем но можно и два пучка я сделана на 2 вчера я вообще ходила с тремя пучками уголках так как но я была просто с накрашенными ресницами тут же все таки меня присутствует макияж глаз поэтому сделаю по 2 не забудьте обязательно когда вы их прикладываете потом в дальнейшем давать им направление то есть чтобы они ни в кривь ни в кость не легли ну я думаю в разницу видите да между вот этим вот этим вот глазом сейчас я сделаю на этом то же самое наверное вместе с вами оформим брови теперь вот смотрите про что я вам говорила по поводу клея вот его вот в принципе так незаметно но я вот когда в зеркало смотрюсь я вижу немножко клея ну а так вот мне этот эффект таких вот алисия глаз очень очень нравится ну и вот принципе можно еще раз потом пройтись тушью но это нужно сделать только после полного высыхания клея клея на ваших пучках иначе когда вы будете наносить сверху тушь то сама вот эта щетка потянет пучок и он попросту снимется с вашего глаза ну да такой вот лайфхак теперь перейду к бровям брови я буду оформлять своей палетка от рима line и буду использовать этот оттенок сейчас мне больше подходит под мои брови так как они у меня сейчас волосы сами на голове так скажем такого непонятного рыжего какого-то русского цвета в общем я сейчас намного лучше стала я считаю оформлять свои брови я просто беру а во первых я их отрастила и просто беру и чуть тихо оформляю только сверху и снизу то есть я не делаю такие вот театральные брови чуть ли не подводка рисую но в общем в общем сейчас увидеть вот так и все больше я ничего с ними дело то есть у меня бровь остаются мои брови только чуть-чуть она становится четче все ну в общем сейчас я оформлю вторую бровку и вернусь снова в общем все глаза и брови а мои готовы я их чуть-чуть еще прошла снизу откорректировала кисточкой сейчас покажу какой вот такой вот кисточкой консилером и теперь я буду наносить тональный крем если честно я сейчас вообще очень очень мало тонального крема использую потому что мне это попросту не нужно и лишний раз какую-либо маску создавать на своем лице не хочу но сегодня так как у меня вот тут вот пятна вот тут вот все это придется конечно дело замазывать блин тональник заканчивается ладно заказала кстати себе очень очень классный тональник от марки кристина это в общем какой-то там не знаю профессиональная марка мне посоветовал именно мой косметолог и заодно я вам его покажу но тональник конечно не из дешевых но он очень хорошо подходит именно для жирной кожи жирной и вот такой проблемный как у меня в плане какой-то неровности хорошо очень классно матирует и этой банке которая там придет мне хватит мне на два года где-то вот так в общем я сначала наношу все это дело вот так вот на свое лицо а затем берут этот бьюти блендер оля до из фикс прайса и просто вот такими вот движениями все это дело разношу по своему лицу я пробовала и кисточкой прорабатывать мне не нравится после того как я привыкла уже к этому спонжу я не могу уже ни на что другое смотреть многие спрашивали как его вымачивать в растительном масле девчонки берете просто спонж какую-то емкость который вам не нужно может быть какая-то емкость от йогурта и так далее тому подобное берете растительное масло не желательно по моему рафинированное который не пахучие хорошенечко наливаете на этот спонж вы его хорошо должны немножко вот так вот промокнуть в этом масле чтобы он прям был пропитан и оставляете так полчаса через полчаса все это дело промываете и пользуйтесь на здоровье он будет мягенькие классные мне очень нравится единственного косяк том что он не отмывается вообще ничем вот не шампунем и ничем а так он мне очень нравится и классный очень эффект делает пока что я не могу найти свой бьюти-блендер аджаз который мне нравился но может быть я все-таки в азбуке красоты на него нападу но пока что его никак нету нигде его найти я не могу все я нанесла тон честно пользоваться пудрой я не хочу потому что пудра еще больше провоцирует мою кожу на выделение вот этих вот противные вот этого сального жира поэтому не хочу в общем буду наносить вот такую вот пудру от арт-визаж на мне прям уже все заканчивается заканчивается такая пудра кирпично-коричневого цвета я иногда ее использую для сухой коррекции то делу все скулы попросту говоря увидите какого она цвета и вот так вот она хорошо распределяется по щекам скулы я с помощью этой пудры начертил он точнее это румяна теперь я беру вот эту вот троечку от эйваны будут этот вот коралловый цвет кораллово-розовый цвет румян набирать на кисточку чуть стряхивать так как румяна в этой палетке смотря на то что корректор и хайлайтер очень плохой пигментации румяна очень сильной пигментации и я вот так вот улыбаюсь и просто все это дело наношу на щеки то есть делаю такой знаете легкий отдохнувший румянец да вот так на правильно будет все главное с этим румянцем не переборщить потому что иногда я очень сильно переборщиваю именно вот этой вот этими румянами и смотрится потом как ух мах матрешка такая махрешка хотел сказать матрешка вот теперь у меня очередь за хайлайтером это уже заключающая стадия моего кияжа как видите я уже все и накрашена не остались губы и хайлайтер хайлайтер у меня это запеченная компактная подра с атласным жемчужным эффектом в общем это от маркер его лайн но я уже много раз про него говорила очень очень классный мне кажется моим правнукам еще хватит они еще будут пользоваться и говорить не за это спасибо в общем наношу его только вот сюда вот на эту часть также под бровь это обязательно на галочку губ также во внутренний уголок глаза на могу чуть-чуть добавить его ну в принципе подбородок не люблю это делать потому что эта зона у меня очень часто блестит в принципе все мейкап готов осталось накрасить губы но я их накрашу в самую-самую последнюю очередь выбирать я цвет буду какой-нибудь нюдовый ну в общем ломать много определю сейчас я распущу волосы мы с вами что нибудь натворим на моего в общем все я волосы свои расчесал чуть-чуть их подвыпрямила так как они у меня немного замялись я вчера буквально вечером мыла голову и на вот такую вот слегка я называю ее грязный слегка грязные волосы в принципе я хотела сделать прическу можно было бы конечно все дело перемыть сейчас но нет я хочу чем-нибудь типа может быть жгутиков намутить в общем что-то хочу сделать в общем я беру волосы ну вообще стандартно делю их на две части берут эти вот верхние прядки начесываю их только то есть делают вот так два раза и вот так вот два раза фиксирую чуть-чуть лаком и и все пряди которые будут находиться на макушке у лица я также делаю вот прядки которые будут у лица не начесывала мне нужно дать немножко высохнуть лаку то буквально минутка и все вот с этой стороны уже все подсохло теперь я беру вот так вот кладу расческу и немножко проглаживает все дело чтобы начесы не было видно так вот теперь я беру прядку которая улица заворачиваю ее в жгут так вот и добавляю еще прядку то есть это все я делаю не сильно туго чтобы потом можно было по вытаскивать их также можно вот это все тело по оставлять еще прядку и вот так и продолжаю делать жгут чуть-чуть вот тут вот можно вытащить прядки а вот эту вот завожу назад и фиксирую все это дело невидимками жгут невидимками крест-накрест это будет более надежнее так скажем все тут можно по вытаскивать прядки так же прочесываем ее берем прядку и таким же образом начинаем скручивать вот у меня косяк я всегда разню немножко стороны то есть у меня с этой стороны может прям классно получиться это самая мальвинка а вот с этой вот может с косяками каким-нибудь и постоянно я все подгоняю в общем проблема у меня такая ну вот в общем как то так это все дело получилось но я думаю видно принципе мне так очень-очень нравится еще когда лето я сюда какой-нибудь цветок всегда да прифигачу вот в общем сейчас я переоденусь и уже накрашивала я остановить свой выбор на чем-то другом очень уж мне по душе вот это вот ковтюля с интернет-магазина шеин . ком я обязательно оставлю ссылку на эту кофточку посмотрите в общем осталось мне дело за малом это губы губы у меня будут вот такие вот нюдовые это помадка от релуи белорусская косметика комплимент nude matte в общем это у меня мой любимый десятый оттенок а в качестве парфюма у меня будет united dreams от benetton это стандартных розовая версия в общем сейчас ли она крашу наконец-таки свои губы а то я выгляжу как смерть без губ девчонки это была вся моя собиралка надеюсь вам мое видео было может быть даже не полезным а больше интересным всем кому понравилось обязательно ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео я вас я очень очень сильно люблю и ценю и всем пока дала им подписываться на instagram и оставлять комментарии и ставить пальчик вверх